20 лет со дня основания. Коллектив управления федерального казначейства по Чувашии отметил юбилей. Поздравить их пришли руководители региона, представители финансовых органов, муниципалитетов, депутаты и деловые партнеры. Компьютеры-документы – это то, с чем ежедневно работают сотрудники казначейства. Они обрабатывают сложные данные. Это не просто цифры, а самые главные показатели Чувашской республики. Именно сюда, в Республиканское управление федерального казначейства, поступает полная информация о бюджетах всех районов. Надежда Белова – сотрудник со стажем. Трудится в управлении с 1997 года. Со стороны может показаться, что работа рутинная. Но Надежда говорит, скучать не приходится. Все электронно работаем. Поэтому и работать стало легче, и клиентов стало меньше. Работа нравится. Значей должен быть честным. И всегда на первое место обслуживание клиента на высоком уровне. Управление федерального казначейства по Чувашии на сегодняшний день – крупная финансовая структура с 23 отделами в городах и районах республики. Всего же в Чувашии около 500 казначеев. От них во многом зависит своевременная выплата социальных пособий и зарплат бюджетникам. Охрана финансовых интересов, контроль за использованием казенных денег, подсчет приходов и расходов ввелся еще в Древней Руси. Казначей был важной фигурой в княжьем окружении. С 1918 года казначейство было упразднено. Его функции выполняло Министерство финансов. И вот 20 лет назад президент России подписал указ о возрождении системы. Я посмотрел ваши цифры, по этому году где-то 8-7,5 миллиарда рублей вы оборачиваете через свои рабочие места. Это огромные средства, если в среднем месяц взят, но почти 7,5 миллиарда рублей. Но сегодня, в 21 веке, уже в современной России, в современной Чувашии работают информационные технологии. Можно уже, не приходя к вам, не смотря в ваши глаза, можно уже трансформировать средства. Если взять 20 лет назад, 50 лет назад, практически ветераны наши уважаемые и дорогие представлять, наверное, не могли. Повышение открытости и прозрачности – одна из приоритетных задач управления в ближайшее время. Здесь трудятся целые династии, посетившие свою жизнь и казначейскому делу. А на счету созданного 3 года назад Молодежного совета уже немало проведенных общественных мероприятий и полезных дел. Олеся Русакова, Татьяна Молокова, Андрей Спиридонов, Республика.